В Санкт-Петербурге сегодня заложили новый атомный ледокол. Урал станет вторым в серии, его построят на верфях Балтийского завода. Гигантский по размерам и с большими возможностями. Он сможет как проходить через толщи арктических льдов, так и бороздить по мелководным рекам. О других возможностях расскажет наш корреспондент Виктория Крюкова. Новый ледокол пустится в свое первое плавание уже к 2020 году. Все его детали, все комплектующие российские, поэтому можно сказать, что судно плывет по волнам импортозамещения. Сегодня на торжественной церемонии здесь, на Балтийском заводе, присутствовали представители Росатома. Это глава Росатома Сергей Кириенко, представители Объединенной судостроительной корпорации, также на строительство и закладку нового ледокола. Всех присутствующих благословили представители церкви после этого. Был подписан договор и повешена такая символичная доска с напоминанием о том, что ледокол скоро будет построен. Все необходимые авансы в конце июня месяца перечислили заводу, что позволяет в плановом порядке заказывать оборудование, развертывать весь фронт работ. И мы ждем, что развернутый организаций темп работ позволит вовремя получить и головной ледокол Арктика, на него уже заключены контракты, его очень ждут и на проекте Ямал-СПГ. Эта серия ледоколов принципиально важна для обороноспособности нашей страны, для конкурентноспособности и с точки зрения транзита по Северному морскому пути, и по освоению уникальных природных ресурсов шельфа на севере нашей страны. Ледокол Урал – это судно нового поколения, имеет двухосадную конструкцию. Это означает, что он может перемещаться как по морю, так и по не очень глубоким рекам. Это за счет того, что судно может сбрасывать воду из балластных цистерн. То есть, если нужно быть потяжелее, ледокол воду набирает, а если полегче, соответственно, ее сбрасывают. Но еще одна инновация – это двигатель, он называется «Ритм». Это новейшая российская разработка. Он имеет два реактора мощностью по 185 мегаватт каждый. Это значительно больше, чем у существующих сегодня реакторов, которые используются на ледоколах. Но и отмечу, что без подзарядки, без загрузки топлива, ледокол Урал сможет передвигаться и работать 7 лет. Без технического обслуживания может продержаться примерно полгода. Но и также сегодня был анонсирован запуск новой серии, строительство новой серии ледоколов. Они будут лидерами. В отличие от Урала, который может передвигаться по льду в 4 метра, новые ледоколы будут перемещаться по значительно более глубокому льду. Ректирование этого судна займет, наверное, полутора лет. Ну а дальше мы будем плавно двигаться, принять решение его финансирования. Тогда будет понятно, на каком этапе разработки проекта мы можем закладывать первые секции, где приступать к строительству. Потому что, конечно, это будет судно с гораздо более продвинутыми характеристиками. Как мы только что говорили с главным конструктором, там требуется немножко больше экспериментов, больше науки для того, чтобы не угадывать, а предугадывать и фиксировать, как будет все это, в будущем ледоколе и его новой параде. Обновление атомного ледокольного флота для России сейчас как нельзя необходимо, потому что подходит к концу срок эксплуатации многих советских судов. Вот сейчас, к 2020 году, когда планируется запуск ледокола «Урал», подойдет к концу эксплуатации, подойдет срок сразу трех ледоколов. Но и опять же отмечу, что запуск новых ледоколов важен для увеличения грузоперевозок по Северному морскому пути, нашему такому российскому аналогу Суэцкого канала.